Боже, да он большой! Да что ты на него стоишь? Он огромный! Да я не буду с него звонить! Да что смешно! Я долго думала, как начать этот обзор и решила просто показать вам новинку от компании Sony. Sony Xperia Z Ultra. Это смартфон. Самый большой в мире. То, что нужно, если у вас большая машина, большие часы, большой дом, большие руки, большие карманы. Внешне Xperia Z Ultra очень симпатичная луковица. Намного симпатичнее обычной Z. Если отбросить страх и трепет перед его габаритами, то тоненький сэндвич из двух стеклянных панелей толщиной всего 6,5 мм самый тонкий гигантофон, если че. И металлическими грубо шлифованными торцами выглядит очень круто и стильно. Но можно сказать, что Ultra стал заложником своей минимальной толщины. И производителю пришлось несколько увеличить высоту смартфона, дабы разместить в нем все необходимые комплектующие. И теперь он вплотную приближается к 7-дюймовым планшетам. А вот ширина плафона вполне позволяет удерживать его рукой. Но оставь надежду всяк сюда входящий. Использовать новую Z-ку одной рукой просто нереально. Производитель это, кстати, тоже понимает. И забегая наперед, скажу, что в интерфейсе нет всех этих заигрываний с пользователем, которые как бы говорят. Да ладно, че-пам, а две вполне можно использовать одной рукой. Просто бы ты не разобрался вообще. Встали себе маленькие ручки. Но... Управляющие элементы находятся на правом торце под большим пальцем. Есть на корпусе и столь любимые компании Sony заглушки. На этот раз их всего две. Одна прикрывает слоты для микросим и SD-карт, а вторая защищает USB-порт. А вот разъем для наушников зияет неприкрытой пещеркой. Но где заглушки, там и водонепроницаемость. Смартфон можно погружать на глубину до полутора метров на 15 минут. Круто, что Sony все свои топовые устройства делают водоплавающими, а то кинете по привычке свой смартфон в ванну, как делали, скажем, с таблет Z. А он раз утонул. В общем, как говорят маркетологи, не придется менять паттерн поведения. Странно, что производитель не оснастил модель стереодинамиками. За счет длины устройства стереоэффект был бы очень ярко выражен. Но динамик тут один, и, видимо, из-за влагозащитной мембраны недостаточно громкий. Габариты смартфонов внушают, но так как это его основная фишка, придержаться к ним глупо, как и к весу, который составляет вполне сносно 212 граммов, что существенно легче любого планшета. Но к корпусу ультры у меня есть одна претензия. Что это за выкушенная часть нулевых грани? И вы что, укусил Пэтмен? Я сначала подумала, что потеряла какую-то запчасть, но оказалось, что это контакт для док-станции, можно было и поэлегантнее обыграть. Всю переднюю грань устройства занимает IPS-экран с диагональю 6,44 дюйма, разрешением Full HD и технологией Triluminos, которая позволяет сделать красные и зеленые оттенки более насыщенными. PPI составляет 344, другими словами, перед нами первый гаргонтиофон с ретиной. Экран прикрыт защитным стеклом, и неважно каким, а знаете почему? Потому что пленочка. Соня, ну серьезно, сколько можно? Если я захочу, я сама себе ее наклею, это стоит 50 гривен, но зачем она мне с завода? Говорят, они теперь меньше царапаются, но я чего-то этого не заметила. А так они в кармане, наэлектризовавшись, притягивают к себе пыль, отпечатки пальцев оттираются намного хуже, чем со стекла с олеофобным покрытием. Да и тактильно смартфон ощущается, как сделанный из пленочек, а не из стекла. Так и пишите тогда на коробке материал корпуса, пленочки. Сони говорят, что эти пленки антиосколочные. Напишите, пожалуйста, в комментариях, зачем они такие нужны. В остальном дисплей намного лучше, чем в обычной Z-ке. На экстремальных, правда, черный цвет приобретает фиолетовый оттенок. Достаточно высокая, хоть и не рекордная контрастность, и неплохая максимальная яркость. Стоит отметить хороший антибликовый фильтр. Благодаря высокой плотности пикселей, картинка выглядит очень приятно. Не совсем корректно работает датчик яркости, несмотря на то, что вы способны вносить корректировку в его работу. Можно выйти на улицу, яркость останется такой же, как в помещении. И максимальную яркость можно выбрать только вручную, датчик вам в этом не поможет. А еще вы сможете превратить любой карандаш, ручку или отвертку в стилус. Дисплей воспринимает касание не только пальцами в перчатках, но и вообще любой штукой с токопроводящим наконечником. Можно что-нибудь начертить, но вот рисовать как стилусом в том же ноуте не получится. Сила нажатия не определяется. А вот что меня раздражало, так это сверхчувствительность экрана. То и дело, открывалась какая-нибудь программа при перелистывании рабочего стола. Да и надавливать на экран не стоит, так как попробовав порисовать на нем самым мягким карандашом, я оставила кучу мелких царапин на защитной пленке. Теперь мне придется его купить. Основан Xperia Z Ultra на самом новом четырехъядерном процессоре Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц, графическим ядром Adreno 330, двумя гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти. Одним словом, это самое мощное устройство на рынке. Zadka не дотянула всего несколько десятков баллов до заветных 30 тысяч в Antutu. Все работает ультра быстро, интерфейс не тормозит, даже если в фоне у вас несколько закачек. Сайты грузятся мгновенно, любое Full HD видео играет без малейших запинок. Но по-настоящему раскрывается устройство в 3D. Все, чтобы я не запустила, шло на скорости 50 кадров в секунду и выше, с максимальным качеством графики. В Real Racing 3 не было проседания FPS даже в самых сложных сценах. Единственное, что хоть немного подтормаживало, это GTA Vice City на максимальных настройках. Очень круто играть на таком огромном экране с таким высоким разрешением. Фильмы тоже можно смотреть практически всем семейством. Батарея. Вот что в новой Z-ке без приставки Ultra. Всего 3000 мАч. Очередная жертва тонкости, как и я. Для экрана таких габаритов и с таким разрешением это не очень много. Для сравнения, в Huawei Mate с диагональю 6,1 дюйм было 4050 мАч, а в Mega 6 3 – 3200, но при этом у них и экраны меньше, и разрешение пониже. Все это привело к тому, что автономность у Ultra ближе к смартфонам, причем не самым долгоиграющим, чем к планшетам, и при обычном использовании можно рассчитывать на 4 часа активности экрана. Режим стамина мало влияет на время автономной работы, но есть и ложечка меда. Из-за того, что основной потребитель энергии тут экрана, ему все равно, что отображать книгу или 3D-шутер. А платформа новая и экономичная, в игры можно играть почти те же 4 часа, и Full HD видео можно смотреть те же 4 часа при максимальной яркости экрана. Устройство прилично нагревается, что вполне ожидаемо, учитывая его минимальную толщину, да и где-то очень далеко от того места, где вы будете его держать. Android в устройстве 4.2.2. Поверх него установлена фирменная оболочка Sony, без каких-либо существенных изменений по отношению к той же Xperia Z. Все те же пастельные тона, бледные краски и преобладание серого в интерфейсе. Из-за него, кстати, создается впечатление, что экран несколько хуже, чем он есть на самом деле. Появилась возможность выносить виджеты на экраны блокировки, вот и, пожалуй, все изменения. Благодаря огромному размеру на рабочем столе можно разместить аж 49 иконок. Мини-приложение позволяет запустить браузер и многое другое в отдельном окошке прямо поверх рабочего стола. Модуль фотокамеры хоть и щеголяет модным названием Exmor RS, обладает разрешением 8 мегапикселей и позволяет делать вполне сносные снимки с неплохой, хоть и не максимальной резкостью. Это одна из лучших камер, если говорить о планшетах. Средняя, как для смартфонов, и вполне на уровне других гигантофонов. Вспышки производитель не предусмотрел, но учитывая, что ей в основном пользуются как фонариком, ее отсутствие мало кто заметит. Нужно подсветить, включи экран. Sony выпустили поистине впечатляющий смартфон, и приставка Ultra в названии очень удачно отображает его суть. Не обошлось и без мелких шероховатостей, но перед нами ультимативный гаргантиофон. Первый с Full HD разрешением, первый по производительности среди всего, что есть на рынке, ну и просто очень симпатичный и стройный гигантик. В общем, мечта Валуева про компактный смартфон вместо 8-дюймовых лопат сбылась. Надо брать. А еще надо оставить лайки нашим видео, и надо подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok